Необычная подача любимого блюда с капустой. Все как всегда быстро и очень вкусно. Для начала нам понадобится 1 средняя луковица. Нужно нарезать достаточно мелко. Теперь морковь. Для этого рецепта я натираю ее на мелкой терке. Будет достаточно 1 средней моркови. На раскаленную сковородку выкладываем немного масла. Сегодня у меня топленое. Но можно использовать обычное сливочное или растительное. Выкладываем лук и обжариваем пару минут. Теперь выкладываем морковь. Перемешиваем и оставляем тушиться на среднем огне на 3-4 минуты. А пока подготовим капусту. Капусту разрезаем таким способом, чтобы нам было удобно ее шинковать. Для этого рецепта понадобится грамм 400-450. Капусту шинкуем достаточно мелко. Можно специальной шинковкой или обычным ножом, как у меня. К этому времени лук и морковь уже отлично прожарились. Высыпаем в сковородку нарезанную капусту и хорошо все перемешиваем. Выливаем в капусту томатное пюре или томатную пасту. И снова хорошо все перемешиваем. Оставляем тушиться до мягкости капусты. А пока приготовим заливку. В глубокую емкость разбиваем 3 яйца. Выливаем стакан молока. И выкладываем сметану. Добавляем соль и перец по вкусу. Хорошо венчиком перемешиваем до получения однородной массы. Вот и все, заливка готова. Капуста уже тоже приготовилась. Выключаем огонь и немного даем ей остыть. Тем временем подготовим форму для запекания. Форму нужно смазать небольшим количеством сливочного масла. Когда капуста немного остыла, выкладываем все содержимое сковородки на лаваш. И равномерно распределяем по всей поверхности. Теперь сворачиваем лаваш в плотный рулет. Полученный рулет нарезаем на одинаковые кусочки. Толщиной 4-5 см. Кусочки лаваша с начинкой аккуратно перекладываем в форму для запекания. Теперь заливаем будущий пирог заливкой из яиц и молока. И отправляем в разогретую духовку до 180 градусов на 35-40 минут. Вот и все. Пирог из лаваша с капустой готов. Готовый пирог можно немного украсить свежей зеленью и подавать к столу. Этот пирог очень вкусный как в теплом, так и в остывшем виде. Оригинальная подача и такой любимый вкус. Обязательно попробуйте. Я уверена, вам должно понравиться. Быстрое и вкусное блюдо для любителей творога и сыра. Действительно вкуснее, чем хачапури. Все как всегда быстро и невероятно вкусно. Начнем мы с того, что подготовим начинку. Нам понадобится творог. Можно брать любой жирности, какой больше любите. В творог высыпаем сыр, натертый на мелкой терке. Но часть сыра оставьте, он нам потребуется чуть позже. Теперь нарежем зелень. У меня любимый набор. Укроп и зеленый лук. Но тут смотрите по своему вкусу. Можно использовать любую зелень на ваш вкус. Высыпаем зелень в емкость с творогом и сыром. И теперь хорошо перемешиваем все ингредиенты. Дополнительно соль я не добавляю, так как сыр у меня достаточно соленый. В глубокую емкость разбиваем 3 яйца. Выливаем кефир. Выкладываем сметану. Можно использовать любой жирности. Для этого рецепта это не имеет особого значения. Добавляем соль и перец по вкусу. И хорошо размешиваем при помощи вилки или венчика. Венчиком, конечно, будет удобнее. Должна получиться вот такая вот однородная масса. Теперь подготовим лаваш. Я его заранее вырезала по диаметру формы. Количество слоев можно делать разное. 3 или 4. У меня сегодня будет 4 слоя. Кстати, у меня есть отличный рецепт для того, как применить остатки от лаваша. Он идеально подойдет для такого случая. Ссылочку оставлю в описании под этим видео. Если еще не смотрели, рекомендую посмотреть. В форму наливаем немного заливки. Выкладываем первый слой лаваша. И сверху на него выкладываем часть начинки. Равномерно распределяем. Сверху наливаем пару столовых ложек заливки. И накрываем следующим листом лаваша. Повторяем так слой за слоем. Верхний слой я решила разрезать на порционные сегменты. Чтобы потом было удобнее нарезать готовый пирог. Выкладываем сегменты из лаваша. И выливаем остаток заливки сверху на пирог. Равномерно распределяем. Сверху пирог посыпаем натертым сыром. И отправляем в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов. Вы посмотрите, какой румяный ароматный пирог получился. Он очень нежный внутри и прямо тает во рту. Это идеальный вариант для любителей хачапури и другой выпечки сыром. Готовится невероятно быстро, просто, легко и из доступных продуктов. С тестом возиться совершенно не нужно. Очень рекомендую приготовить. Вкусные румяные рулетики из лаваша с курицей. Готовится очень быстро. А продукты нам понадобятся самые простые. Как правило, я подготавливаю начинку для этого блюда с вечера. Поэтому с утра остается только завернуть в рулет и обжарить на сковородке. Для начала давайте нарежем отварное куриное филе на небольшие кусочки, чтобы удобно сложить его в чашу блендера. Теперь нам нужно очень хорошо измельчить филе в блендере. Высыпаем измельченное мясо в емкость, натираем сыр на крупную терку и добавляем к филе. А теперь заправляем. Вы можете использовать майонез, но я использую свою любимую заправку. Сметана, горчица, соль и перец. Все хорошо перемешиваем. Начинка готова. Накладываем начинку на лаваш и равномерно распределяем. Накрываем сверху еще одним листом лаваша. Накладываем вторую половину начинки. И снова накрываем еще одним листом. Скручиваем рулет и даем ему пропитаться минут 10. Теперь нарезаем рулет на порционные кусочки шириной 3-4 сантиметра. На разогретую сковородку наливаем немного растительного масла и выкладываем кусочки срезом вниз. Обжариваем с двух сторон до золотистого цвета. Вот и все. Шикарная закуска, перекус или завтрак готов. Особенно вкусные эти рулетики в горячем виде. Но и когда остынут, они тоже очень вкусные. Всем приятного аппетита, вкусного завтрака и пока-пока!